Здравствуйте, уважаемые трейдеры! Сегодня 18 июля. Вы смотрите ежедневный обзор рынка от компании FIBA Group. В студии его ведущий Ярослав Голобор. Валютная пара евро-доллар. На ранних торгах в Азии активность покупателей заметно увеличилась на фоне ослабления доллара США, которое было обусловлено тем, что администрация Дональда Трампа в очередной раз не смогла отменить программу здравоохранения Obamacare. Открытые позиции трейдеров не позволяют определить общее настроение рынка, так как однонаправленного ценового движения нет. При этом открытый интерес и объемы торгов сокращаются. Среднедневная волатильность за последние 5 торговых дней достигла среднего значения за полгода, при этом рассчитывать на дальнейший рост не приходится. В качестве локальной цели для покупателей все еще выступает отметка 1.1615. А сейчас перейдем к паре фунт-доллар. Неожиданно слабые данные по инфляции в Британии провоцировали достаточно мощную волну распродаж фунта стерлингов по всему спектру рынка, в том числе и в паре с долларом США. Но все еще среднесрочные риски смещены вверх. Открытые позиции трейдеров указывают на преимущество покупателей, так как ослабление котировок пары сопровождается уменьшением открытого интереса и объемов торгов. Среднедневная волатильность за последние 5 торговых дней продолжает увеличиваться, но рассчитывать на снижение торговой активности все еще не приходится. До момента фиксации котировок пары под уровнем поддержки 1.3010 риск развития очередной волны роста остается высоким. А сейчас перейдем к паре доллар США-канадский доллар. На фоне ослабления доллара США, а также роста цен на нефть, котировки анализируемой валютной пары продолжают снижаться и все еще нет веских причин для смены настроений на рынке. Открытые позиции трейдеров указывают на преимущество продавцов, так как открытый интерес увеличивается по мере ослабления котировок пары, но при этом объемы торгов начинают сокращаться. Среднедневная волатильность за последние 5 торговых дней превышает средние показатели за месяц и полгода, но рассчитывать на существенное охлаждение рынка не приходится. Прорыв поддержки у отметки 1.2620 позволит рассчитывать на дальнейшее ослабление котировок пары к уровню 1.2560. А сейчас перейдем к экономическому календарю. Насыщенность новостного фона во время американской торговой сессии будет очень слабой, но рынки могут продолжить отыгрывать очередную неудачную попытку администрации Дональда Трампа по отмене программы здравоохранения предыдущего президента. На этом у меня все. Благодарю за внимание и до встречи в следующих выпусках программы Фокус Рынка. Фокус Рынка. Фиба Групп. Ваша финансовая группа поддержки.